36 томов по 270 страниц каждой. В Сургутском городском суде начался процесс над экс-мэром города Дмитрием Поповым. Его обвиняют в совершении нескольких преступлений. Уголовные дела возбуждались с 2016 года. Количество эпизодов варьировалось. В итоге бывшего главу города обвиняют в совершении неправомерных, по версии следствия, действий при продаже песка со старой дамбы Гресс, а также нарушениях при выплате субсидии со вхозу Северному и выкупе билдинг-сада в жилом доме на профсоюзов. Претензии по последнему эпизоду, по словам Дмитрия Попова, стали для него полной неожиданностью. Я считаю, что там не то, что составы преступления, там и события преступления. Все эти решения были абсолютно публичными. Я ничего не принимал, они наличные. Везде, на каждом документе, если согласовать, специалисты администрации ставили свою подпись, и каждый отвечает за свое направление. Ни в одном из этих документов никаких ослуг не было. Никто меня не услугал, ни письма не поднял. Никто не поднял, что могут возникнуть. Со стороны обвинения к делу планируют привлечь более ста свидетелей. Дмитрий Попов намерен просить суд сначала изучить все документы, а затем давать показания. Но уже на первом заседании появилась вероятность того, что рассмотрение дела будет отложено. Адвокаты экс-мэра подали судье ходатайство о возврате материала в прокурору. Во время ознакомления обвиняемые его представители установили, что 8 томов сначала были выделены в отдельное уголовное производство, а на следующий же день по этим материалам был вынесен отказ. Все документы при этом исчезли, однако, по мнению адвокатов, представляют серьезное значение для судебного разбирательства. Сторона обвинения ходатайство не поддержала. Суд взял паузу до вторника. 3 декабря выносится постановление о том, что выделяются материалы, как было указано, для проверки дополнительно в рамках статей 144-145, то есть на наличие признаков преступления. Причем преступление довольно серьезное, целевое использование бюджетных средств, как суммы крупные должны быть. То есть для того, чтобы признаки этого преступления усмотреть, значит, были какие-то серьезные основания. Но на следующий день буквально, следователь, видимо, трезво оценив 8 томов каким-то образом за ночь, принимает решение, что нет все-таки состава преступления в действиях Усова и отказывает сразу же возбуждение уголовного дела. Возникает вопрос, зачем выделяли, почему не приобщили копии. Вот, собственно, об этом речь. Продолжение следует...